Теперь, для того, чтобы при помощи щелей схемы тактирования нашей превратились в что-то более содержательное, необходимо, чтобы они отвечали этим требованиям, что их можно было легко трансформировать. И вот поэтому-то к тактированию, как основе, как фундаменту нужно относиться с особенным вниманием. Причем здесь аналогия с фундаментом, который часто применяется, не совсем оправдана, потому что фундамент здания не изменяется, какой бы этажность оно ни было. А вот фундамент дирижерского искусства, тактирования, оно настолько изменяется, что существу от него остается только какая-то, ну не схема даже, а какие-то моменты на то, что вот здесь тактирование. И вот мне хочется здесь упомянуть о том, что очень часто педагоги к тактирую относятся тоже очень ревностно и внимательно, но с точки зрения, чтобы его не извинять по четыре или как иначе, если дирижер сделает какой-нибудь другой движок, даст раз вверх, уже считается крамовой. Вот это, такое отношение к тактированию, оно не приемлемо никак. Оно только будет вдаль от того, что нужно. И так вот мы пришли теперь к тому, с чего нужно начинать построение системы бумагных средств дирижерского искусства. Пришли мы к тактированию, то и к схеме тактирования. В отношении схем тактирования между дирижерами не существует единого мнения. Мы можем увидеть в руководствах по дирижерам совершенно различные рисунки схем тактирования. Но во многих руководствах по строению схем тактирования основаны только на одном принципе. Ясность метра, то есть ясность по клятву раз, два, три, четыре. Чтобы первая доля была самая сильная, вторая отличалась. Вот раз, два, три, четыре. И для авторов подобной схемы не важны никакие другие основания. Им только ясность. Но может быть то, что было необходимо полтораста и двести лет тому назад, когда еще уровень исполнительский был сравнительно не таких высоких, как сейчас, то в наше время ориентироваться только на этот признак тактирования, конечно, бессмысленно. И мы, дирижированные, дирижированные, выдающиеся дирижеров, мы видим такой схоластики, такой приверженности, неизменной схемы тактирования.